Надо ли лечить неизлечимо больных? Сегодня такая тема по поводу морали и денег. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В последнее время я регулярно сталкиваюсь с дискуссиями в интернете о том, что наш министр, или замминистра по медицине выразил сомнение о том, что надо ли включать препарат спинраза в перечень жизненно необходимых веществ. И, ну, просто вот было решение принято, что включать. Он говорит, ну, а где взять деньги и так далее. И на него обрушились целый ряд критиков о том, что он убийца, он не хочет заниматься своим делом, он, ну, и все прочее, прочее, прочее. Дети, значит, там. Давайте попробуем разобраться. Мне кажется, этот вопрос непростой и многофакторный. И еще неизвестно, кто самый аморальный. И это касается в том числе и ценных бумаг, и фармацевтических компаний, в которых я сейчас сижу. Итак, друзья мои, спинраза. Я решил провести некоторые исследования. Да, он говорит, что, ну, хорошо, значит, в перечень жизненно необходимых мы его включим. Это значит, что мы будем покупать этот препарат и давать больным, естественно, бесплатно. То есть, потому что жизненно необходимые предоставляются бесплатно. Я решил выяснить, а сколько же стоит этот препарат, кто его выпускает и вообще, что это такое. Вот, что мне удалось обнаружить. Вы видите, самое дорогостоящее лекарство в мире. Не так давно, в мае 2019 года, произошло знаковое событие в сфере лечения генетических заболеваний. Это очень редкое генетическое заболевание. Терапия спинально-мышечной атрофии до появления зоогенсмы. Вот, посмотрите. До недавнего времени методы лечения спинно-мозговой атрофии сводились к поддерживающей терапии. Поддерживающей. Больным рекомендовали специальное питание, витамины умеренной физической нагрузки и при необходимости хирургическое вмешательство искусственной вентиляции легких. К сожалению, до сих пор значительная часть СМА пациентов получает лишь такое лечение. С 2016 года сначала в США, а затем и в Европе для лечения спинально-мышечной атрофии стали применять аппарат спинраза. Нусинерстен. Он позволяет существенно увеличить продукцию полноценного СМН-белка, что ведет к сглаживанию симптомов заболевания. Терапия тем эффективнее, чем меньше возраст пациента. Да, это так. То есть, эффективно для детей, на самом деле. Вот она, спинраза. Мне было интересно, кто выпускает это лекарство. Стоимость препарата составляет несколько сот тысяч долларов в год, поэтому его закупка осуществляется не за счет пациента. Одна за другой страны разных континентов одобрили препарат и стали применять для спасения жизней своих сограждан. В некоторых государствах этот процесс сильно затянулся из-за бюрократических проволочек и нехватки финансирования. Ну, Россия в том числе. В РФ спинразу одобрили в начале 2019 года. В свою очередь, компания Биоген, производитель спинразы, в апреле 2019 года объявила об открытии в России программы расширенного доступа для лечения СМА Ну, Синерстеном, ну, это вот спинразы. Благодаря этой программе доступ к препарату получили 40 детей из России, страдающие СМА. В августе спинраза была включена в государственный реестр лекарственных средств РФ. Однако охват больных все еще слишком мал. В Российской Федерации зарегистрировано около 800 СМА пациентов. Но я видел более точные данные. Там 886, по-моему, пациентов таких. То есть, это именно как бы, ну, в раннем возрасте. Если общее количество, то там в районе 2000, насколько я помню. Вот. И далеко не все они получают инъекции спинразы. А это лекарство позволяет не вылечить болезнь. Оно позволяет поддерживать, ну, как бы, чтобы не ухудшалось все. После появления на фармацевтическом рынке спинразы все ждали выхода принципиально нового препарата для лечения СМА. Вот что важно. Смотрите. Основанного на генотерапевтическом подходе. Лидером в данной разработке оказалась компания Novartis, которая в 2018 году купила компанию Avexis за 8,7 миллиардов долларов и вышла на рынок с препаратом Zolgenzma, он же Avex101. Вот он, Zolgenzma. Это другой препарат. Чем же Zolgenzma принципиально отличается от препарата спинраза? Самое важное различие заключается в механизме действия. Спинраза исправляет дефект сплайсинга матричной РНК гена СМН-2, но она никак не затрагивает ген СМН-1, мутации в котором и являются основной причиной развития спинально-мышечной атрофии. То есть, болезнь не лечится, но улучшается состояние и требуется поддержка, потому что ген СМН-1 он продуцирует РНК СМН-2. И, соответственно, СМН-2 спинразой блокируется, но СМН-1 не блокируется, поэтому он постоянно воспроизводится в организме и постоянно его надо блокировать и выводить. Спинраза как раз предназначен для того, чтобы выводить СМН-2, азол ген СМА блокирует ген СМН-1. И благодаря использованию этого лекарственного средства мутировавший или отсутствующий ген СМН-1 заменяется функционально полноценным геном. Что это значит? Это значит, что лекарство реально очень тонкий инструмент действия. Как он действует, сейчас вы узнаете. Там вообще просто фантастишь, конечно. Но факт тот, что зол ген СМА позволяет как раз вылечить, в отличие от спинразы больных. Кажется вылечить. Происходит это следующим образом. Препарат содержит функционально полноценный ген СМН-1, который находится внутри вектора. Задача вектора быстро доставить его в мотонейроны тела. Что такое вектор? Для создания вектора используется аденоассоциированный вирус. То есть, смотрите, это вот очень серьезное лекарство. Очень трудно его воспроизвести, потому что берется искусственный вирус, в который вместо одного гена вживляется ген СМН-1. И этот вирус вкалывается пациенту. У пациента вирус заражает клетки. И, короче говоря, там замещается на полноценный ген. И достаточно одной инъекции. Но! Читаем дальше. СМА пациенту необходимо всего одна инфузия препарата золгензма в течение жизни. В то время, как спинраза требуется несколько раз, несколько доз в год. Отсюда и стоимость золгензмы. 2 миллиона внимательно. 2 миллиона 125 тысяч долларов США. Стоимость одной инъекции. Золгензма. Такая ценовая политика, слушайте внимательно дальше, такая ценовая политика компании-производителя делает данный аппарат самым дорогим лекарственным средством в мире на сегодняшний день. Для сравнения, стоимость все той же спинразы составляет 125 тысяч долларов за одну дозу. При этом, в первый год лечения нужно 6 инфузий. 6 раз по 125 тысяч долларов. Это, по-моему, там 900 тысяч долларов. А в последующие периоды 3 инфузии ежегодно. Вот о чем речь. Понимаете? То есть, спинраза вкалывается один раз за всю жизнь, но это 2 миллиона 125 тысяч долларов. И спинраза 125 тысяч долларов, но первый год 6 инъекций, дальше 3 инъекции в год. Вот именно этих денег не нашлось в Министерстве здравоохранения. И именно из-за этого происходит мораль, амораль и так далее. И есть компания, которая выпускает вот это лекарство. Как вы думаете, какова себестоимость выпуска этого лекарства? И на чем основывается ценообразование на данное лекарство? Давайте читаем дальше. Смотрим. Насколько оправдана такая цена препарата и какова же его себестоимость? Но Вартис, это производитель золгензмы, не афиширует информацию относительно себестоимости золгензмы. Поэтому эксперты оценивают стоимость препарата по двум показателям качество жизни пациента с учетом прожитых лет и добавленные годы жизни. По данным Института клиника экономической экспертизы, исходя из показателей вот этих вот ценностей, ценностей просто вы покупаете годы жизни. Ничего больше. То есть вот себестоимость как оценивается. Стоимость золгензмы должна быть в пределах даже при этом 1,1-1,9 миллионов долларов США. То есть смотрите полтора миллиона грубо говоря долларов США должна быть. Цена 2 миллиона 125 тысяч долларов. Таким образом можно сказать, что стоимость золгензмы завышена по отношению к оценкам экспертов. При формировании своей ценовой политики компания Novartis отталкивалась от стоимости аппарата спинраза. то есть ты либо платишь 6 инъекций сразу потом по 3 инъекции в год либо сразу единовременно одну на всю жизнь. И там и там ты покупаешь годы жизни. И вопрос стоит уже так. А кто здесь более как бы аморален? Вот этот вот самый заместитель министра, который говорит, а где мы возьмем деньги? Об этом я еще немножечко вернусь. Либо фармацевтическая компания, которая просто, ну грубо говоря, хочешь жить, плати. уже вопрос не такой однозначный. То есть здесь о морали в общем я считаю, что речи не особенно идет. Вот. Теперь дальше читаем. При формировании так-так-так компания Novartis ожидала, что Zolgensma станет блокбастером, то есть принесет более 1 миллиарда долларов за первый год продаж. Однако скандал, который возник вокруг Zolgensma и может не дать осуществиться этим планам. Летом 2019 года компания Novartis сама сообщила FDA о манипуляции с данными при проведении тестирования препарата на животных. Если бы эти данные были известны FDA в мае, то разрешение на использование препарата Zolgensma Novartis получила бы позже. Ага. Но сейчас принято решение не отзывать препарат. То есть клинические испытания не были проведены по всем правилам. Дальше. Сумму в 2 с лишним миллиона долларов не в состоянии заплатить большинство СМА семей. Поэтому предполагается, что пациенты будут обеспечиваться жизненно важным лечением благодаря государственной поддержке или за счет страховых компаний. Кроме того, производители Zolgensma предоставляют пятилетнюю рассрочку на оплату генной терапии и дает возможность пациенту не выплачивать оставшуюся сумму, если препарат перестанет действовать. Что это значит? Ну, это значит, что клинические испытания продолжаются за деньги пациентов либо за государственный счет, за счет государств, которые принимают решение о применении данного лекарства, а за пациентами следят и смотрят и подводят статистику, то есть испытывают на пациентах. Ну, вот, вот, я думаю, что у вас уже как бы есть что-то дергается такое, может быть, министр, замминистра и не такой уже негодяй. Вот. Сегодня препарат Zolgensma доступен только для жителей США, так как FDA это единственная организация, которая его одобрила. Также есть ограничения по возрасту и тяжести заболевания. Пока препарат применяется только для пациентов до двух лет с первым типом СМА. В дальнейшем производитель планирует использовать препарат и для других групп людей, страдающих спинально-мышечной атрофией. То есть Zolgensma пока используется только в США и даже там она пока еще не прошла самые ну, как бы те испытания, которые положены. то есть даже там идет испытание на людях. Вот. Но при этом за бешеные-бешеные деньги. И теперь смотрите, что говорит министр. Министр говорит, ну, вот еще один аспект данной проблемы. бюджет министерства здравоохранения не безграничен. Не безграничен. То есть есть перечень жизненно необходимых препаратов, которые необходимы людям. И вот есть такая группа препаратов, в том числе вот эта спинраза, без которых ну, люди просто погибнут. но вот эта вот болезнь СМА, то есть спинально-мозговая атрофия, не единственная из таких болезней. Есть виды онкологии, которые тоже с большим трудом лечатся. И там тоже есть очень дорогостоящие лекарства. И есть другие заболевания, от которых люди тоже умирают, от которых значит тоже очень дорогие лекарства. Вот смотрите, есть группа людей вот с таким заболеванием, которые без лекарства умрут, есть группа вот это, и есть группа вот это. На всех не хватит денег. Кому отдать предпочтение? Вы готовы ответить на этот вопрос? Кому отдать предпочтение? Я лично нет. и вот здесь в медицине стоит очень жесткий моральный вопрос, который ну просто может быть неаккуратно сформулировал вот этот самый заместитель министра здравоохранения, потому что но он сказал ребята пожалуйста я готов включить их в список жизненно необходимых мы будем лечить вот этих а вот этих вычеркиваем но почему-то никто не упоминает о том что кого-то надо вычеркнуть понимаете кого? и теперь у меня возникает следующий вопрос однозначно кого-то надо вычеркнуть у меня возникает следующий вопрос а те люди которые участвуют вот этой компании которая говорит что замминистра негодяй убийца и значит ну палач грубо говоря потому что он не хочет давать деньги несчастным детям ну во-первых он не то что не хочет он говорит ну скажите за счет чего за счет каких групп или мы все будем лечить если все пожалуйста первое второе значит те кто защищает вот эту спинразу они выражают интересы конкретного производителя данного препарата то есть они работают на фармацевтическую компанию и не исключено что фармацевтическая компания доплачивает этим людям которые защищают они очень известны вот они влияют на общественное мнение доплачивает деньги за то чтобы они помогли получить деньги из бюджета страны и здесь возникает вопрос а кто же более как бы моральный вопрос опять же да то есть люди может быть не просто вот праведный гнев а он убийца и так далее а может быть они отрабатывают деньги фармацевтической компании и заметьте что вопрос о себестоимости так и остался открытым потому что далее так 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 не проводились исследования на животных и так далее смотрите что еще один момент очень очень любопытный возникает следующий шаг появление золгензма на фармакологическом рынке повлиял на продажу спинразы поэтому компания биоген уже проводит клинические исследования направлены на усиление терапевтической активности спинразы путем увеличения ее дозы то есть идет конкуренция и между фармацевтическими компаниями и когда появится более дешевое и эффективное лекарство то понятно что в данном лекарстве необходимость упадет и понятно что это лекарство надо продать как можно больше чтобы вернуть деньги за исследование ну и получить побольше денег но компания РОЖ уже достаточно давно ведет клинические испытания своего лекарственного средства рис диплама по всей виду и по всей видимости в ближайшие пару лет данный препарат также выйдет на фармацевтический рынок то есть срок 2 года рис диплама как и ну синерсен спинраза не влияет на ген смн1 а модифицирует сплайсинг мрнк гена смн2 однако у рис диплама есть существенное отличие препарат применяется перорально и не требует введения в спинномозговую жидкость кроме того рис диплама подходит для всех типов сма и в клинических испытаниях показывает более высокую эффективность чем ну синерсен то есть спинраза и возникает следующий момент просто торопятся продать спинразу пока не появился пока не появился рис диплом который будет существенно дешевле уже в конце 2019 года компания рож планирует подать документы на одобрение препарата в fdva и и мэй это европейское медицинское агентство вот такие вопросы и так смотрите министр здравоохранения сказал где мы возьмем денег за счет каких групп кого мы удаляем из жизненеобходимых препаратов то есть за счет кого будут выживать вот эти пациенты вопрос очень очень серьезный и здесь непонятно как его решать с одной стороны с другой стороны те кто клеймит этого министра возможно клеймят не просто так а за деньги фармкомпаний а вопрос уже о морали фармкомпаний это совсем другой вопрос и там в общем-то тоже есть серьезные вопросы напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу но мне кажется что данный вопрос вот не такой однозначный что вот там типа он скотина и все нет здесь еще непонятно кто более аморальный я не знаю я не берусь сказать вот ну самая как бы неприятная вещь о том что почему мы платим деньги за такие лекарства в США а не разрабатываем сами почему мы не финансируем производство аналогов почему мы не финансируем науку медицинскую которая позволит вот это сделать это очень серьезные вопросы то есть мы продаем нефть но мы вынуждены продавать высокотехнологичные товары и мы обречены на то что у нас таких лекарств никогда не будет и мы всегда будем зависеть от крупнейших фармацевтических компаний вместо того чтобы делать прямо противоположное выпускать такие же лекарства и это тоже вопрос к бюджету что нам важнее ракеты либо медицина подумайте об этом тоже так что вопрос многогранный на сегодня все напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу с вами был Демитков Юрий и поставьте пожалуйста лайк ну очень интересно знать ваше мнение да до свидания до свидания до свидания до свидания